Ом Ти Ви Юей про Головне. Читайте поэмы, все эпосы, все переписано на русский язык, выдано как русская поэзия и так далее. Трагедия народов Кавказа. Что бывает, когда Россия побеждает? А вы знали, что именно завоевание Кавказа стало самой длинной военной кампанией Российской империи? Это было кроваво и трагически. Ведь коренные народы отчаянно, мужественно и эффективно оказывали сопротивление и проиграли. И именно война 1768-1865 годов изменила историю многих народов. А трагедия адыгов, так назвали сами себя черкесы, особенно болезненно и по масштабам, и по последствиям. Потому что последними сломали именно черкесов. Я лагерц, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. Единый российский народ. Мы все один народ. Представьте, из народа численностью 6,5 миллиона выжило меньше полумиллиона. Единственной виной этого народа было то, что московской орде хотелось иметь выход к Черному морю и влекли плодородные черкесские земли. Ничего это не напоминает вам. Никто не собирается оккупировать Украину. И Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации. Волю этого народа надо ломать от колена. Другого выхода нет. На Великой Черкесии московская орда пять раз отрабатывала технологии голодоморов в 18-19 веках, чтобы потом трижды применить их в Украине в 20 веке. От вас идут только одни беды и одна нечисть. В этот день, 21 мая, 160 лет тому назад российский генерал Грабе провел победный военный парад. В территории Кавказа были присоединены, население либо уничтожено, либо покорено, либо смогло убежать. А русский генерал, граф Евдокимов, писал тогда императору так «Имею счастье поздравить Ваше Величество с окончанием славной Кавказской войны. Отныне не остается больше ни одного непокоренного племени». Как возникла самая большая в мире страна, как возникла самая большая за последние 500 лет сухопутная империя? Ну как? По-всякому сложно, если нужно было воевать за расширение жизненного пространства, в хорошем смысле этого слова. Россия воевала, Россия расширялась, постоянно увеличивая стратегическую глубину, так называемую. Около 90% черкесского населения было вычтено из их исторической родины из-за боевых действий и насильственных переселений. Их массово депортировали в Османскую империю. На Кавказе осталось менее 10% населения адыгов. Остальные погибли в вековой войне от чумы. Многие утонули в Черном море, когда пересекали его, чтобы добраться до Турции. Адыги в Турции до сих пор не употребляют в пищу рыбу из Черного моря, а черкесские земли заселили лояльными к империи колонистами. Я хочу Российской империи, значит, в пределах Аляски, Гавайи, Калифорния, Финляндия, Польша. Сейчас, согласно официальным данным, за границей проживает около 3 миллионов, по неофициальным данным, 6-7 миллионов адыгов, а на родине всего 700-800 тысяч. Россия всегда выигрывала коварностью. Это есть ее единственная стратегия. и она всегда пытается расслабить внимание. Она до последнего, пока она не ударит тебя ножом, она будет говорить, что ничего не будет. Это, я еще раз повторю, последний варварский народ, я бы даже не назвал народом, это криминальная группировка, которая осталась на планете и не может ужиться со всем остальным цивилизованным миром. Современная Россия – это действительно тюрьма народов. Куда эти народы загонялись силой, истребляя непокорных? Черкесы, как и мы прежде, борются за международное признание геноцида и стремятся создать единую Черкесию, куда бы вошли земли современных. Республики Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. И можно было бы говорить, что эта мечта безнадежна. Но черкесы, потомки истреблявших и убегающих, живут сейчас в Турции, Иордании, Израиле, США, Германии. И они активны в черкесском национальном движении. Кстати, турецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 2006 года, Архан Памук, потомок черкесов, изгнанных с территории Кавказа и поселившихся на территории современной Турции. Так вот, понимая, что борьба внутри России довольно призрачная, черкесы не прекращают борьбу за ее пределами. Мы уже устали от этого просто-напросто, поймите нас. Мы живем бедно, у нас все забирают. Мы даже не газифицированы, элементарно. Сколько можно его верить? Россия, она как была в Царской, как была при СССР, так и осталась сейчас при Путине. Мы уже устали от этого. По мне, так я устал от этого просто-напросто. Зависеть от нее. Я хочу независимости для своей республики и решать свою судьбу сам. Черкесы имеют сложные отношения с Грузией. Например, но 20 мая 2011 года парламент Грузии признал геноцид черкесского народа, совершенный Российской империей. Мы не были никогда колонизаторами, нигде. Наше сотрудничество всегда строилось на равноправной основе или с желанием помочь и поддержать. День памяти жертв черкесского геноцида отмечают ежегодно в трех республиках Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Адыгея. А также определяет вся черкесская диаспора мира. А что Украина? Мы, кстати, имеем очень непростые отношения. Первый опыт украинско-черкесских контактов достигает времен Кавказской войны, в которой потомки запорожцев активно участвовали и в послевоенной колонизации Кубани. И именно этот факт активно использует Москва, переводя историческую ответственность за геноциды черкесов из Российской империи на потомков запорожцев. Вы баламутите. Вы западников баламутите. Всех абсолютно друг с другом вы просто, ну, сталкиваете лбами. Вам не стыдно? Кремль снимает с себя ответственность, ставит на паузу любые попытки черкесских активистов завязать политические контакты с Украиной, сталкивает лбами, как они это любят делать, черкесов и украинцев, указывая на украинцев, как на врагов. Но, несмотря на это, черкесские диаспоры в США и других государствах в 2014-15 годах публично выступали в поддержку территориальной целостности Украины, даже выходили на пикеты российских дипломатических представительств. А что мы? В 2014 году нардеп Олег Ляшко призвал украинский парламент признать геноцид черкесов российскими оккупантами. В 2015 году народный депутат Дмитрий Линько из фракции РП Ляшко зарегистрировал проект постановления об инициировании рассмотрения вопроса о признании геноцида черкесского адыгейского народа во время Российско-Кавказской войны. Однако инициативы так и остались в статусе заявленных. Два года назад народный депутат от ЕС Алексей Гончаренко зарегистрировал постановление о признании Украиной геноцида черкесского народа. Алексей, кстати, достаточно много и активно работает с этой и подобными инициативами. Верховная Рада на уровне ее руководителей тупо молчит. Наша проблема и наша беда в том, что мы, украинцы, очень мало знаем о Кавказской войне 1763 по 1864 годов. О трагедии черкесов и о самом народе. Украина на уровне власти не определилась с так называемым черкесским вопросом. Наши отношения предполагают определенную сострадательность с нашей стороны. Но как она сформируется, когда нам не хватает определенных знаний? Нам, Украине, очень нужно устанавливать контакты с черкесскими диаспорами, с черкесскими активистами, ибо Россия рано или поздно «Но упадет». Это финал всех хищных империй, и тогда на наших границах появятся другие государства, в том числе и черкес. Это сейчас может смотреться фантастически, но история иногда может подбрасывать неожиданные сюжеты. Я за самоопределение народов, за их будущее самоопределение. Как им жить, какую культуру, на каком языке разговаривать, какие законы издавать. Я за это полностью, за независимость национальных республик. Сбивать такие самолеты будет сложно, поэтому уничтожать их в местах базирования одно из таких решений. Но Запад ведь не успокаивается, он поднимает эскала отсюда, и он начинает говорить про ядерное оружие. Вы так проброс сказали уничтожать их в местах базирования, уничтожать на натовских аэродромах? В том числе на тех аэродромах, где они будут базироваться. Ведь их представитель ВВС говорил о том, что ради сохранения количества F-16, часть их будет храниться на территории стран НАТО, там, Румынии или Польши. F-16 это такой универсальный самолет, который не только может нести все виды авиационного вооружения, но он еще работает в командной линии Д-Линк-16, которая позволяет пилоту получать информацию об воздушной обстановке, при этом он не включает свой, например, бортовой РЛС для того, чтобы обнаружить воздушную цель. За это сделают для него средства разведки космической и воздушной. ОМ-ТВ-Юэй про головне. Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри. Революция путь не выхода из кризиса, а путь на усугубление этого кризиса. Вам Михаил Испензов прислал вопрос на сайт перед программой. Уважаемый Валерий Линич, пожалуйста, ваши комментарии и прогнозы относительно событий на Украине. В чем причина того, что украинцы проявляют значительно большую политическую активность по сравнению с россиянами? А потому что они никогда не были стопроцентно советскими людьми, не успели их в колониальную империю, в империю зла, заталкивали силой, и нельзя сказать, чтобы удачно, особенно западенцев. Дорогой Михаил Испензе, как приветствуют друг друга сейчас украинцы на Майдане и почему Слава Украине, героям слава. Хочется это повторить, потому что и действительно себя героически ведут. Это приветствие УПА. Знаете, такие были хорошие организации УОН и УПА, национально-освободительное движение, сражались с поляками, потом сражались с немцами, потом сражались с советской властью до 1956 года, а потом практически вся западная Украина, в том числе и 16-летние хлопчики, отправилась на Колыму, читайте Евгению Гинзбург, крутой маршрут, целыми бараками западные украинцы там оказались, и даже анекдот есть, очень сейчас актуальный, что когда старый дедушка стал поливать машинным маслом клумбу, у него спрашивают, дедушка, что ж ты делаешь, ведь цветочки-то завянут, пусть цветочки завянут, только бы пулеметик не заржавел, западенцы никогда не дадут Украине успокоиться, и никогда не дадут ей прозябать советском рапсе, вот те молодые люди, у меня слюнки текут, и слезы одновременно от зависти, которые сейчас стоят на Майдане, это люди, которые стоят не за бесплатные квартиры, не за решение проблемы ЖКХ, не за лишний кусок колбасы, колбаса у них есть, и сало есть тоже, они стоят за человеческим достоинством, вот за этим западным выбором, они стоят с флагами Евросоюза, они хотят отчалить от нашего гибнущего материка, который опускается на дно мирового океана, и никакие экологи нас уже оттуда не извлекут, даже судно Аркти Санрайз, они хотят отчалить от гибнущей и прозябающей на коленях рабской России, и мы можем только пожелать им 7 футов воды под Килем, еще раз сказать за вашу и нашу свободу, пусть хоть кто-то выживет, пусть хоть кто-то будет свободным, Евросоюз это будущее, а путинская Россия это гнусное, позорное советское прошлое. Если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения, все закончится в течение нескольких недель, вот и все. Насчет УПА, кстати, я не могу не заметить, это, конечно, очень мило сходить в ресторан Криевка во Львове, может быть, очень смешно и забавно послушать что-нибудь про москалей, но если разбираться, когда там речь идет о действиях УПА против еврейского населения, например, в годы... Это нигде у Бендеры и у Шухевича не было записано. Более того, в Оуме было очень много евреев, практически все врачи были евреями, они преследовали только тех, кто служит советской власти, независимо от национальности. Они вовсе не были антисемитами. А что касается УПА, то достаньте старую-престарую книжку командира партизанского Медведева, это было подробно. Там написано черным по белому, это первые дни хрущевской оттепели, как они вместе сражались с гитлерцами, еще медведевцы смеялись, что они неправильно козыряют и даже перечисляют меню, что они угощали московским продуктом, который сбрасывали самолетов, а УПА могло предоставить только хлеб, сало, горилку и жареную дичь. То есть они сражались бок о бок. Это потом переписали учебники и какие-то книги сгиблили навсегда. Да, сегодняшние украинские силы к москалям, которые выступают за демократию, относятся очень лояльно. И очень многие, кстати, москали ищут политического убежища на Украине. Одного москаля прямо-таки из подвала достали и сдали в Лефортово Леонида Развожаева. Он на Украине искал спасения и политического убежища. По специальной версии, он сам вернулся на такси. Ну да, конечно, на такси приехал. Поэтому то, что Лавров заранее оправдывается... Он призвал НАТО не вмешиваться во внутренние дела Украины. А НАТО, я напомню, если кто не знает, главы стран НАТО осудили чрезмерное применение силы по отношению к оппозиции на Украине. Правильно сделали, что осудили. Кстати, напомнили, что это уже не получится как в 68-м году вводить воинский контингент, дабы подавить украинскую революцию. Нам все время будут об этом напоминать после того, что мы держим войска в Приднестровье, после попытки завоевать Грузию, после Чехословакии у нас рыльца в пушку, и у Лаврова рыльца в пушку. Поэтому он заранее оправдывается даже в том, в чем пока его не обвинили. Я бы никому не советовала, потому что украинская армия очень неплоха, лучше нашей. И это не маленькая страна, это 46 миллионов. И здесь уже никто не допустит никакого введения войск, которого завтра, может быть, в Польшу захотят везти, в Латвию, в Эстонию, в Литву, губа не дура. Значит, мы должны войти в Берлин. Украина должна выстоять, они хотят себя смыть все следы нашей совместной жизни, и из этой ямы выбраться. А то, что мы стали ямой, позволили Путину сделать нас европейской помойкой, и что от нас шарахаются, как от зачумленных, вместе с нашим таможенным союзом, это вина не только Путина, это вина народа. Вот Путин только что встретился с молодыми юристами. Да, было дело. Да, вас не потрясло, то, что среди этих молодых юристов нашлись такие законники, которые предлагали Путину урезать язычок интернету, назначить кары за сепаратистские высказывания, то есть юристы не соблюдение Конституции требуют, не соблюдение прав человека, а они требуют закручивания и завинчивания гаек. И здесь Путин улыбается как масленичный блин, делает вид главного европейца в России и говорит ну что вы, что вы, разве так можно, интернет, мы не должны на свободу слова воздействовать, мы будем с педофилией бороться. Молодые люди, практически еще не жившие, не видевшие советской власти. Надо прекращать врать. Надо заканчивать врать. На всех уровнях, везде. Везде, вообще, в нашей стране. А другие не вскочили, не затопали, не захлопали, не сказали, что им стыдно. А я знаю другой случай, когда в Большом гуманитарном институте выступал Жириновский, студенты жаловались, что у них маленькая стипендия, и тогда помощники Жириновского внесли в аудиторию мешки и стали раздавать всем по 500 рублей. И все взяли. Несмотря на то, что преподаватель там чуть ли не плакал и говорил, что вы делаете, у кого вы берете, подумайте. они все взяли по 500 рублей. Ну, сравните эту молодежь с теми молодыми. Цель нанести нашей стране поражение Байден не снимает. Мир по-американски это слабая униженная Россия. Байден подчеркнул, что Запад не имеет морального права допустить поражение Украины, поскольку это, по его словам, будет означать угрозу для всех стран, граничащих с Россией и Белоруссией. Конгрессмен, демократ Тед Лиу, заявил, что вскоре Украина получит гард-бланш. А лидер демократов в палате представителей Пит Агилар добавил, Байден и его администрация уже работают над тем, чтобы предоставить Украине дополнительные дальнобойные ракеты, необходимые, цитата, для победы над Россией.